меня зовут тимур мой творческий псевдоним dino mc47 я работаю в стиле рэп хип-хоп моя музыка посвящена моей жизни политики обществу взаимоотношения между людьми все то что актуально и все то что на злобу дня концертный зал я родился в москве папа военный военный врач мама у меня по образованию филолог семья у меня дружная с родителем у меня хорошие отношения до сих пор мне кажется у меня было счастливое отличное детство все хорошие качества которые есть человеке идут из семьи поскольку я сам являюсь сейчас родителям я это понимаю что все закладывается в детстве честность порядочность какая-то открытость это наверное идет из семьи от родителей концертный зал мой творческий путь начался даже не в 2000 а в девяносто шестом году мне было 14 лет когда записал свой первый рэп и его до сих пор кстати можно найти в интернете это очень конечно смешно но по тому времени это была бомба и это был такой крутой для меня прорыв на протяжении жизни я участвовал в разных различных проектах был в некоторых группах был в различных рэп объединениях но где-то с 2005 года я занимаю я являюсь сольным артистом безусловно были громкие подъемы большие так сказать выстрелы я попадал в топ потом я оттуда пропадал пропадал вообще вот такие вот своего рода американские горки то вверх то вниз мои родители не считали что это какое-то серьезное дело то есть они относились к этому с пониманием но как некому увлечению какому-то там я не знаю хобби или просто там юношескому интересу вот соответственно когда я бросил институт и решил заниматься этим по-настоящему посвятить грубо говоря свою жизнь этому делу они это не восприняли возможно даже они этого не поняли и были очень огорчены но сейчас ну даже не сейчас там какое-то время спустя увидев результаты они с этим смирились и во всем сейчас меня поддерживают но на протяжении всей жизни это мое любимое дело это главное мое занятие я не делаю в принципе в жизни ничего кроме рэпа мне моя жизнь нравится я доволен собой честный человек я порядочный человек у меня с 2001 года один номер телефона я его ни разу не поменял я ни разу никого не кинул не предал не обманул хожу без охраны без свиты я могу прийти в любое место в самый дорогой какой-нибудь там я не знаю ресторан элитный ночной клуб я могу спокойно спуститься в метро я могу пойти сам на рынок за овощами и фруктами я могу приехать на свой район где я вырос и подойти там к пацанам молодежи спокойно пообщаться вот люди меня знают ну как-то не как-то неудобно до себя нахваливать но все рэперы говорят что вот мы такие мы тру тру мы настоящие ну вот если говорить с этой точки зрения то я самый что ни на есть true рэпер я не дня в жизни не проработал ни на какой сложной работе вот никогда никого не кинул никогда никого не сдал не подписал ни одного протокола люди меня знают таким какой я есть концертный зал что я могу сказать про сегодняшний день эпоха капитала сегодня самое важное это деньги и самое важное это твой статус все стремятся много зарабатывать вести такую гламурную богатую жизнь идеологически но мне не нравится это слово идеология грубо говоря но вот какой каких-то людей именно заряженных на правильную жизненную позицию их очень мало от этого они становятся гораздо ценнее и лучше для меня самое главное в жизни ну делать просто свое дело честно неважно кем бы ты не был чем бы ты не занимался если ты занимаешься творчеством это занимаешься бизнесом или ты я не знаю там занимаешься преподаванием в школе там или в институте или может быть ты какой-то хороший доктор вот главное если ты взялся за что-то то дело это до конца дело это честно и будь в этом деле лучшим а если ты не можешь этого делать и ноешь и пеняешь постоянно на какие-то обстоятельства ищешь виноватых то тогда наверное лучше заняться чем-то другим концертный зал касаемо дружбы что самый лучший мой друг и самый близкий это естественно моя жена тебя не может быть нормальной семьи если вы с женой или там с мужем ну наоборот да у девушек вот не являетесь друзьями в жизни у меня были плохие друзья люди которые были со мной из-за корысти я естественно как и все люди проходил то тот момент когда ты в топе у тебя все супер у тебя огромное количество людей которые к тебе тянутся тебя везде зовут тебя везде приглашают им приятно находиться в твоем обществе потому что тебя узнают и популярен да когда чуть как-то ты проседаешь эти люди как-то сам саму автоматически вот отпадают есть ситуация наоборот или есть друзья которые вроде друзья друзья потом ты начинаешь подниматься подниматься и они тоже сливаются то потому что пережить чей-то пережить пережить успех с человеком порадоваться искренне его успеху это тоже с как бы знаете ну то есть нужно здесь для этого нужна определенная сила воли и не все с этим справляются не все как бы так знаете как искренне могут за тебя порадоваться знаешь когда ты чего-то добиваешься то есть конкуренция в таких но в человеческих отношениях она всегда присутствует слава богу у меня мой круг общения люди с которыми я сейчас общаюсь с которыми я дружу у меня есть друзья настоящие это мои близкие это мои не побоюсь этого слова братья члены семьи и это люди с которыми я дружу по 15 по 20 лет хотя знаете говорят друзей много не бывает но наверное у меня больше друзей чем у среднестатистического человека вот ну наша компания вот мы дружим все где-то больше 15 лет вот есть люди с которыми я на связи со университета есть товарищи там коллеги по работе люди какие-то там вот там из индустрии с которыми знаешь ну такие приятельские человеческая присутствует симпатия я не считаю что у меня есть много врагов вот потом я жку блин нет юлий цезарь откуда мне вообще враги должны взяться вот и но если я с кем-то разрубаю отношения то я больше человека не принимаю то есть так я если я если рублю то грится рублю с концами концертный зал я не вижу себя нигде кроме как здесь мой дом мои родители мои корни да сейчас знаете так много говорят все о патриотизме что мне кажется это слово потеряла какой-то свой правильный изначальный смысл там слова такие как патриотизм родина их постоянно повторяют из каждого утюга тем самым люди это обесценивают вот эти понятия патриотом быть круто любить свою родину это круто ну не хочется говорить что банальных вещей что родина это твои где там где твои корни там где твои дети там где твои старшие там где твои друзья родина это не государство родина это не власть вот родина это родные близкие это в первую очередь какие-то любимые места воспоминания из детства ну естественно это и будущее зацикленным быть постоянно на прошлом тоже нехорошо то есть важно идти вперед и если каждый как-то так или иначе будет расти сам как личность как человек как не побоюсь этого слова гражданин то соответственно и в общем жизнь будет становиться лучше и страна наша будет от этого становиться лучше поэтому вряд ли куда-то уеду всерьез об этом никогда не задумывался но если так реально проанализировать вряд ли меня где-то ждут и вряд ли а где-то нужен то есть путешествовать отлично почему это замечательно когда у тебя есть возможность ездить смотреть мир смотреть разные страны но дом есть дом концертный зал я считаю что имеет смысл говорить обо всем нету не существует запретных тем не существует каких-то табу если ты что-то хочешь сказать нарисовать снять об этом кино поставить об этом спектакль ну да если мы говорим про творчество ты имеешь полное право на это делать ящик для меня это важно я интересуюсь политиком я идея политика я интересуюсь какими-то общественными процессами я интересуюсь тем что происходит в нашей стране и в нашем государстве да для меня это важно я я не знаю как я социально активный человек да я не считаю себя там оппозиционером с точки зрения того что все таки я политика не занимаюсь вот но иметь свой критичный взгляд на какие-то процессы которые происходят на отдельных личностей я считаю что я имею полное право и это находит отклик в сердцах людей большая часть поклонников именно вот артиста и рэпера дину mc47 они любят меня только за это и они категорически не хотят слушать там никакие лиричные песни никакие там клубные какие-то не какие-то мои там творческие эксперименты нет ничего не заходит давай давай только вот только социалку ну постоянно делать одно и тоже как-то тоже действительно глупо да повторяться 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 и повторяться вот но безусловно я имею критичный взгляд на много что происходит концертный зал если говорить про современную музыку в нашей стране то у нас есть странная такая закономерность на которую я обратил внимание то есть у нас если один какой-то артист выстреливает то в течение там полугода появляется дикое количество каких-то его подражателей люди которые пытаются делать так же да люди не не делают что-то свое да они пытаются как-то творить до искать вот а люди о это к это хорошо это заходит вот давайте мы сделаем так же вот слушаешь там какую-нибудь там типа молодежную современную радиостанцию условно молодежную там да вот и иногда слушаешь думаешь блин вообще как будто одна песня играет реально там полчаса то есть голоса одни и те же аранжировки одни и те же все на одних и тех же звуках сделано вот эта проблема с другой стороны с другой стороны действительно появляются просто ну реально крутые новые звезды с крутыми голосами очень яркие талантливые артисты и артистки много действительно интересного и много действительно талантливых людей что касаемо старой школы в смысле ну если говорить про артистов категории а вот ну и я как-то в этом не совсем разбираюсь то есть поп-музыка это не моё если мы говорим про россию про русскую поп-музыку да это не моё я скорее не слушаю ну то есть я отношусь к ней спокойно с пониманием вот но это не те артисты которых я был там скачивал в свой гаджет и не те артисты на концерты которых я бы пошел всему есть место но официальные медиа они все-таки пытаются игнорировать действительно какое-то такое осознанное осмысленное творчество там про политику нельзя про это нельзя про то нельзя вот про общество нельзя все должно быть такое вот как сказать за лакированное блестящее типа вот все должно быть в актуальном тренде вот ну для этого есть интернет для такого творчества считается что типа вот андеграунд он ну условно андеграунд андеграунд это там не не в том плане что это плохо по звуку по по качеству до в том плане что по по таким по темам отличающимся от мейнстримового творчества это интернет вот а телек и радио типа для попсы ну вот я считаю что это нехорошо неправильно и каким-то действительно интересным не попсом артистом тоже должно быть место и на телевидении на радио но музыка музыка один из путей управления государством сегодня выгодно чтобы скажем как бы это помягче выразиться чтобы такая была полу полу такая пьяная полу такая разнузнанная обстановка вся музыка она направлена исключительно на развлечение да то есть тут у нас музыкальный контент он весь как бы развлекательный то же самое там со всякими телешоу и так далее весь какой-то серьезный осмысленный контент в медиа не представлен это плохо я против это я считаю что пусть будет там условно там бузова до вопросов нет тем более что я вот лично как бы к ней отношусь большим уважением в том плане что она действительно ну очень много работает и своим примером показывает что труд дает плоды и результаты вот качество грубо говоря там ее музыкального уровня музыка ее музыкального продукта вот ну это не то чтобы там вот просто не моё мне такая музыка не нравится да я ни в коем случае там не хейтер вот но это не моё но мне кажется что пусть будет и такое но и что-то другое альтернатива этому должна быть а у нас получается все вот одна сплошная бузова везде альтернативы нету концертный зал у человека в жизни должна быть цель кто-то исходит из того что вот у тебя должна быть мечта ну у всех сейчас какая мечта вот ты возьми спроси у человека там 100 людей из 100 человек тебе там 90 скажут ну какая у меня мечта ну там большая квартира там огромная там или не знаю там дом там да то есть в конечном итоге у все все упирается в опять-таки в деньги какая у человека мечта ну много денег чтобы у него было но деньги от не все понимаешь если ты там пустой человек не амбициозный да сколько те не дали понимаешь ты купишь ты там все хороший дом хорош машину там пойдешь там весь там во все бренды там гуччи шмучи луи дальше что да дальше как бы там про походишь там по ресторанам там с девчонками с какими-то с которыми раньше тебе там ну не было возможности пообщаться да ты будешь такими важно то что я делаю да для меня важно чтобы быть услышанным да для меня важно влиять как бы на жизнь людей вдохновлять их мотивировать их читать там отзывы что вот люди справляются с какими-то там я не знаю трудностями меняются к лучшему там восстанавливают свои семьи или там создают свои семьи для меня важно это то есть нести как-то что-то такое типа доброе светлое вечное пусть это громко сказано но это действительно так и есть когда я все делаю правильно когда у меня все получается соответственно мне еще и за это там падает чуть-чуть на карман в общем-то я не считаю что я там какой-то невероятный богатей но я всегда говорю что всех денег не заработать все что есть мое от нуля до ста хвала творцу за тяжесть моего креста грех мне жаловаться да то есть я живу я ни в чем не нуждаюсь быть каким-то супер невероятно там богатым да то есть вот это то что сейчас опять-таки продвигается там в творчестве да там деньги 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 это важно но деньги это не все понимаешь то есть когда люди тебя благодарят за то что там твое творчество как-то повлияло на их жизнь как-то изменила их судьбу как-то их смотивировало стать лучше это мне кажется намного важнее важно быть нужным понимаете востребованным в хорошем смысле этого слова да а если ну не знаю если бы я хотел быть просто зарабатывать много денег я бы наверное в бизнес пошел и занимался бизнесом бы и не вел никакой публичной жизни мне кажется вот артист это в первую очередь человек который ну направляет вот а сейчас все рэперы такие типы ну как-то так общаются странно со своими поклонниками концертный зал через несколько месяцев моему сыну исполнится пять лет его зовут тамерлан на самом деле одно из главных моих достижений я не знаю наверное как-то это может быть и неправильно говорить про человека что-то он является твоим достижением но это действительно поворотный этап в жизни в становлении моей личности когда у тебя появляется ребенок жизнь абсолютно меняется то есть сначала это очень сложно и для мамы в первую очередь это бессонные ночи и твой ритм жизни и вообще привычный уклад меняется просто кардинально мне кажется это одна была из самых таких сложных проверок отношений вот именно первый год жизни ребенка а потом как-то все с каждым годом все лучше и лучше и сейчас вообще вот начиная с трех лет это самый вообще счастливое время в моей жизни он же он когда он разговаривает все понимает и задает кучу вопросов и это действительно круто ребенок тебя мотивирует двигаться вперед расти зарабатывать деньги потому что ну что говорить мы все любим своих детей мы хотим для них самого лучшего поэтому это действительно такой мотиватор быть лучше 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 и лучше чтобы твой ребенок был счастливым одетым сытым довольным чтобы ты мог спокойно погулять с ним в парк отвезти его на море купить ему какую-то красивую игрушку я не знаю как прикольные шмотки поэтому я просто начал с того что сегодня все построено на деньгах да с одной стороны это плохо но с другой стороны есть так как есть поэтому мы никак не можем на это повлиять поэтому приходится подстраиваться вот ребенок это круто заводите детей и я думаю что мы обязательно заведем второго ребенка вот у нас сейчас намечается в жизни еще одно изменение возможно будет мы переедем в новое жилье в новый дом и если все получится то мы обязательно будем делать еще одного малыша тем более что процесс приятный а результат вот такой концертный зал